Он сам режиссер своих шоу и требует многого от окружающих и прежде всего от себя. Все должно работать во время концерта как отлаженный механизм. Идеально и ничего лишнего. Именно благодаря такому подходу Сергей Лазарев снискал мировую известность и приобрел миллионы поклонников во всем мире. Но как ему удается в безумном ритме жизни сохранять оптимизм и оставаться солнечным человеком, попытаюсь узнать прямо сейчас. Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа «Арт-интервью». И сегодня у меня в гостях триумфатор Евровидения, один из самых лучезарных и блистательных артистов Сергей Лазарев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Всегда очень трогательно наблюдать, как вы после концерта общаетесь с вашими поклонниками. Какого бы уровня вы не достигали, всегда такое внимание к людям. Ну, дело в том, что, в общем-то, благодаря этим людям я являюсь тем, кем я являюсь. Потому что, во-первых, конечно, я благодарен каждому из моих слушателей и зрителей, которые приходят на концерты, которые покупают билеты. Я, помимо самого концерта, я стараюсь ему и уделять внимание и после концерта. У нас происходят встречи с фан-клубами, у нас происходят встречи со зрителями. Конечно, не со всеми, потому что большие залы, там, дворцы спорта. Просто невозможно физически, наверное, с каждым встретиться. Но, по возможности, ну, вот с фан-клубом мы часто встречаемся с моими, с особенными зрителями. Я просто всегда с большой благодарностью отношусь к своим слушателям и к поклонникам, к фэнам. Потому что, как я уже сказал, они сделали меня тем, кем я являюсь. Ну, это что-то невероятное. Ваши программы всегда более двух часов на сцене. И не просто, да, артист вышел с микрофоном. Это действительно потрясающая программа. Спасибо. Очень много движений, очень много... Настолько динамично. Вот это вот всего... У вас есть режиссер или все-таки в каждый момент вы сами включаетесь и детально прорабатываете? Вы знаете, уже не первую программу я режиссирую сам. Это шоу полностью срежиссировано мной. И предыдущая моя программа, программа «Лазарев» и шоу «The Best». Это все дело моих рук. Я, как мне кажется, лучше всех все-таки знаю свою музыку, понимаю ее и понимаю своего зрителя. Что ему надо, что он хочет, в чем есть потребность, что он, наоборот, не приемлет, что ему не нравится. Поэтому я всегда как-то сам выстраиваю программы. Конечно, я приглашаю профессиональных хореографов, стилистов, людей, которые дорабатывают все со мной и уже доводят до реализации моих идей. Но изначально все идеи – это мои идеи. И у конкретной программы «The Best», у этого шоу «The Best» режиссер Сергей Лазарев от начала и до конца. «The Best» режиссер Сергей Лазарев от начала и до конца. Программа очень яркая, действительно, и очень динамичная, очень разноплановая. И много переодеваний, много движений, много костюмов, много танцев, много песен. Почти два с половиной часа живьем. Это, конечно, такое серьезное испытание, тем более, что когда тур длится два года, когда порядка, ну вот почти 200 концертов у нас с этой программой. И, конечно, непросто. Но вот тот обмен энергетиками с залом, со зрителем, он, конечно, помогает все время и подпитывает нас для того, чтобы там для следующего концерта были силы. И, конечно, это невероятная атмосфера, которая царит. Именно этот обмен энергетиками я очень стараюсь всегда расположить зрителя к себе и постараться, чтобы не было какой-то такой четвертой стены, чтобы мы были единым целым, друзьями. А для вас сцена – это особенное место энергически? Сцена – это особенное место. Я с большим, знаете, уважением отношусь к тому месту, на которое я выхожу каждый день. И я не люблю лишних людей на сцене, я не люблю посторонних людей во время концерта на сцене, за кулисами. Только всегда команда работает, потому что у нас все слажено, у нас все четко. Лишние люди отвлекают, лишние люди мешают. И есть организм из 25 человек, который работает как часы, и любой человек со стороны – он уже… Инородное тело. Инородное тело. И это как-то становится некомфортно. Но у меня замечательная команда, потрясающая профессионалов, с которыми мы уже много-много лет работаем, вплоть до техников, потому что мы с собой привозим звук, свет, экран – это все наше. Это у нас большой трейлер, красивый, замечательный грузовик с моим лицом, с надписью «Show the best». Мы переезжаем из города в город по всей стране, и не только в нашей стране, и за рубежом мы тоже были. Всегда ли Сергей Лазарев ставит высокую планку себе? Даже иногда сомнения, может быть, бывают, а как это сделать? Сергей Лазарев всегда ставит себе высокую планку, и уже сложно все повышать и повышать. И прошлое наше шоу было очень яркое. Лазарев, нам удалось повысить планку «Show the best». Мы сделали два больших аншлаговых концерта в Москве, в Крокусе, на 7,5 тысяч человек. У нас были в Санкт-Петербурге большие концерты. И по стране, вот я говорю, что мы дали почти 200 концертов у нас, тур выстроен. Сейчас мы завершаем программу, наше шоу, тур завершается в Краснодаре. Один из последних концертов впереди Ростов-на-Дону, Ессентуки и Ставрополь. И в Ставрополе мы завершаем наше шоу, закрываем его для того, чтобы начать подготовку к новому шоу. Немножко, чуть-чуть о нем. Которое случится в апреле уже 2018 года. То есть у нас перерыв всего 5 месяцев на подготовку, и у нас стартует новый тур еще на 2 года. И вот сейчас 5 месяцев для того, чтобы мне придумать, для того, чтобы мне реализовать. Ну, то есть мы уже начали, безусловно, что-то репетируем во время саундчеков. Иногда я какие-то сюрпризы делаю, вот как сегодня на концерте. Я спел песни две из новой программы, которой изначально в «Бесте» не было. Я просто их вставил для того, чтобы пощупать, понять, как есть реакция от зрителей или нет. Вот, так что в апреле месяце большими концертами в Москве и в Питере мы стартуем. Н-тур, так называется, новое шоу. И вот с апреля начнется большое... Каким оно по энергетике будет? Я думаю, что оно будет чуть-чуть взрослее, оно и по музыке будет взрослее. Чуть-чуть оно будет серьезнее. Я все равно оставлю театральность, которая у меня присутствует во всех шоу. Потому что я очень... Я вообще театральный человек, я актер еще по образованию. Поэтому для меня очень важна театральная составляющая концертов. У меня всегда некие яркие, не обязательно по цвету, но по восприятию костюмы, определенные тематические блоки, в которые я... Предлагаемые обстоятельства, так называемые, в которые я окунаю зрителей себя в каждой из песен. Вот, поэтому это все сохранится. И просто материал, он меняется, он становится взрослее. И публика со мной растет, поэтому я тоже не могу на это не реагировать. Вот, поэтому будет... Я надеюсь, очень в это верю, что это будет новая ступень и планка, которую я еще сделаю выше, нежели шоу The Best. Любовь – это всегда красиво? Настоящая любовь всегда красива. Я всегда делаю по марку, потому что вот настоящая любовь, какой бы она ни была, это всегда красиво, это всегда радостно, это всегда с улыбкой, и это всегда трогательно и в самое сердце. Песнями ответил. Твоя любовь издавала с руки, похожа на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечить в рост ими рано. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпустала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Скажи, пожалуйста, а как распознать эту самую настоящую любовь? Понять, что это та самая, она? Я думаю, что всегда настоящая любовь проходит проверку испытаниями, временем, сложными ситуациями и радостью, и горем. Наверное, спустя какое-то время ты осознаешь и понимаешь, что это настоящее и что это надолго. Что бы никогда в жизни не смог сделать Сергей Лазарев? Много вещей. Я такой принципиальный человек. Есть многие вещи, которые я не сделаю никогда ради карьеры, ради известности, ради первых мест в хит-парадах. Есть много вещей на самом деле. Я всегда стараюсь оставаться человеком. В любой ситуации я не люблю подлости по отношению к себе и никогда не поступлю подло по отношению к другим, потому что, опять же, всегда есть режим бумеранга. Если ты сделал что-то плохое, обязательно это плохое к тебе вернется. Это я всегда знаю и проверено на опыте. Всегда мы что-то пробуем, как себя вести в той или иной ситуации. Так вот, проверено, что лучше всегда быть честным, быть позитивным и стараться делать хорошие вещи, хорошие поступки. Как вам удается быть таким солнечным? Я не солнечный, я не знаю. Я ничего из себя не строю. Я такой, какой я есть. У меня тоже бывает плохое настроение. У меня тоже бывают уныния, какие-то депрессии. И все это бывает. Другое дело, что я нахожу себе силы переключаться и находить поводы для радости, для этого переключения на позитив, на конструктив какой-то. Потому что уныние – это плохо, это грех, во-первых. Во-вторых, ни к чему хорошему это не приведет. Надо стараться себя куда-то приткнуть для того, чтобы выйти из этого состояния. Что самое важное в жизни? Самое важное в жизни, ну, конечно же, семья. И найти себя, найти свое предназначение и стараться себя реализовать. Потому что мы всего лишь на один раз приходим в эту жизнь. И хочется запомниться чем-то хорошим. Сергей, спасибо огромное за эту встречу. Это была программа «Арт интервью». Оставайтесь с нами на телеканале «Кубань-24». «Кубань-24» Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...